Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Аманов, в этом видео я подготовил для вас прогноз на матч лиги, конференции, квалификации, где встречаются между собой такие команды, как Сочи и Партизан. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу напомнить, что помимо YouTube-канала, у меня есть также Telegram-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами, как по линии, так и в лайве, поэтому если вам это интересно, ссылку я оставлю в описании. Также в сегодняшнем видео я проведу розыгрыш, где у каждого будет возможность выиграть денежный приз, поэтому досматривайте видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Итак, предсезонку Сочи провел довольно спорно, у них 3 поражения, 2 победы, но я бы не стал делать акцент на товарищеских матчах, мы же с вами рассмотрим, что было после них. После них у них была лига конференций, где они сыграли 2 матча с Кешли и оба матча они победили, однако соперник был уж слишком низкого уровня, поэтому здесь я бы тоже не стал акцентировать внимание, рассмотрим их матчи в российской премьер-лиге. Не сказать, что оппоненты в российской премьер-лиге были очень сильные или очень серьезные, одна из команд была Нижний Новгород, которая только в этом сезоне присоединилась к российской премьер-лиге после ФНЛ, и соответственно там даже Сочи не смогли все-таки реализовать ни один свой момент, несмотря на то, что они смотрели лучше, по итогу они проиграли 1-0. Что же касаемо их матча с Ахматом, то для нас, конечно, этот матч прошел шикарно, потому что на этом матче мы сделали 2 из 2, один из коэффициентов был просто шикарен, кто пропустил, можете посмотреть, на что мы делали ставочки в этом матче по подсказке в правом верхнем углу. Что же касаемо самого матча, то в целом была игра довольно равной, просто Сочи чуть лучше реализовал свои моменты и смог добыть победу 2-1. Что же касаемо Партизана, то Партизан сейчас идет очень хорошо, команда на шикарном ходу, предсезон, куда они начали с одной ничьи, но после чего добыли 3 победы подряд, после чего еще 5 побед подряд в Лиге Конференции и у себя в Национальной Лиге. И также, конечно же, нужно отметить, что после той самой ничьи, первой в товарищеском матче, Партизан больше не пропускал ни одного мяча за 8 игр. Семская команда в гостях показывает в целом хорошие результаты, в 10 последних матчах они добыли 7 побед, но я бы хотел отметить именно результатив. За эти 10 матчей отметка в 4 гола и больше пробивалась всего лишь 3 раз. Ну а перед тем, как подвести итог и уже огласить сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, в которую ставлю лично я, это БК МЛБ. Это БК самой широкой линии в СНГ, там есть любой матч, любой исход, который вам по душе, ну а что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. Если же плюс ко всему еще и воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, то можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняя на 1000, вы получаете 2000, пополняя на 5, вы получаете 10, а если пополняете на 10, соответственно, получаете 20. Арифметика простая, уверен, каждому придется по душе. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии, переходите, пользуйтесь, пока МЛБ дает такую возможность. Что хотелось бы сказать по итогу. Да, Сочи это в целом довольно неплохая команда, которая показывает хороший футбол, но все-таки стоит отметить, что для такой команды, наверное, довольно тяжело все-таки участвовать одновременно и в РПЛ, и в Лиге конференций, показывать хорошие результаты. Все-таки скамейка запасных у них не такая уж и богатая. Да и с реализацией в последнее время проблемы есть. Даже Ахмату, по сути, один из голов, они забили автоголов. Что же касаемо Партизана, то, несомненно, сейчас команда находится на очень хорошем ходу и показывает отличные результаты. Однако, Сепские команды на международных турнирах, как правило, не показывают какой-то сверх игры в гостях. В основном, свою лучшую игру они показывают именно у себя дома. Поэтому, я думаю, что Партизан в этом матче постарается сделать акцент именно на оборонительной линии, постарается засушить этот матч. То есть, в целом, они играют в гостях, им никуда спешить не нужно, получится выиграть с минимальным преимуществом, для них хорошо. Не получится, ничья их тоже вполне устроит. Поэтому, здесь я в целом не жду большое количество голов, и моей ставкой в этом матче будет тотал меньше трех мячей. А теперь давайте перейдем к розыгрышу, о котором я говорил еще в начале видео. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть денежный приз? Первое, поставить палец вверх этому видео. Второе, подписаться на мой YouTube-канал. И третье, написать в комментариях, на какой минуте какая команда, какой гол забьет. Сейчас для вас снизу появится подказка, по ней пишем свои варианты в комментариях. Вам достаточно угадать лишь один из этих вариантов, и если вы угадали, не спешите. Возможно, кто-то другой назовет такой же вариант, и, соответственно, среди вас рандомным образом будет выявляться победитель. Затем я его оглашу в одном из своих роликов, и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. Победителя прошлого розыгрыша вы видите сейчас на экране. Что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза, ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов, всем удачи, всем пока.